Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я учился в медицинском университете, иногда преподаватель начинает придираться к сделанным заданиям и презентациям. Как реагировать на это? Лучше промолчать или все-таки отвечать и говорить о своих недовольствах? Или лучше промолчать? Мне все время кажется, что я теряю самоуважение, когда отмалчиваю, тем более, когда речь идет не о справедливости. Или о несправедливости. Смотрите, здесь ситуация неоднозначная, потому что, ну, во-первых, самоуважение ваше никак не связано с тем, обмалчиваете вы что-либо или нет, замалчиваете вы что-либо или нет. Ну, вот конкретно с самоуважением это не связано. Вообще. Нужно понимать, что самоуважение это чисто такой, я бы сказал, чисто ваш атрибут. Вот. И он не зависит от других людей. Вот. Это первое. То есть, если вы теряете самоуважение, как вам, например, кажется, то это не связано с тем, что делают или не делают преподаватели. А это связано, ну, вот, скорее, с тем, как вы сами к себе относитесь, например. Дальше. А вы говорите, что преподаватели придираются. А почему вы решили, что они к вам придираются? Почему вы решили, что это именно придирки? Я не к тому, что вы ошибаетесь. Я не к тому, что вы говорите что-то неверно. Я бы хотел просто понять, почему вы решили, что преподаватель придирался. А существует такой механизм психологической защиты, как проекция, то есть, ну, перенос. И вполне возможно, что вы как раз-таки занимаетесь этим самым переносом сейчас. То есть, вы, вы считаете, что к вам, например, есть, к вам есть за что придраться. Вот, ну, вы считаете, что есть за что вас как-то вот особенно выделять, скажем так, да? И, соответственно, в проявлении строгости к себе вы видите, ну, отражение, как бы отражение того, что вы сами о себе думаете. Вот. Как правило, это работает именно так, таким образом. Хотя понятно, что есть и другие аспекты, есть и другие моменты возможные. Вот, но очень часто бывает так, как я описал, к сожалению. Далее. Несправедливость является оправданием для чего-то своего, ну, то есть, для какой-то своей позиции. Вот, несправедливость является оправданием человека для того, например, чтобы иметь, иметь право, например, на то, чтобы быть не согласным. Ну, то есть, это такой же очень важный момент, потому что вам для чего-то вот несправедливость нужна. И справедливостью получается, что вы, как бы, защищаетесь. Вот. Как бы, вы, как бы, защищаетесь за справедливостью от, ну, от чего-то, да? То есть, вы, вы, через справедливость пытаетесь, вот, например, достичь какого-то состояния, ну, какого-то, какого-то состояния своего. Вот. Правда, значит, действуйте вы несколько лихорадочно. Нужно подумать, что вы пытаетесь оправдать справедливостью, что вы пытаетесь спрятать за справедливостью или несправедливостью. И это выражать. Все то, о чем я говорю сейчас, не означает, не означает того, что вы не имеете права выражать и говорить то, что вам, например, нравится, не нравится, то, что вам хочется. Не хочется и так далее. То есть, это тоже очень важно понимать. То есть, ни в коем, ни в коем случае речь не идет о замалчивании. Вы замалчивали. Вот. А я бы сказал, я бы сказал, что необходимо учиться корректно, корректно выражать вот то, что вас волнует. Я бы сказал, что необходимо корректно говорить о том, что вас беспокоит. Именно корректно говорить об этом. Если вы сейчас этого не умеете делать, то есть как-то вот вы не то болезненно реагируете, на то или иное не было, ну может быть, может быть боитесь чего-то. Не так это важно на самом деле. В любом случае, в любом случае, нужно вот в этом направлении вам двигаться. И смотреть на то, как в целом вы можете, так скажем, более бережно, может быть, более гуманно, может быть. Обращаться со своими чувствами. Вот. Потому что есть, например, такое подозрение, да, что делаете это вы несколько неумело. Сейчас. Само собой. Само собой вас я не обвиняю. Просто хотел бы вам это показать. Вот. Хотел бы вам показать то, что, ну, такая проблема может быть. И чем, например, чем, например, ну, быстрее вы ее признаете и начнете с ней работать, тем будет лучше. Для вас и для окружающих. Последний такой достаточно важный момент, на который я, пожалуй, хотел бы обратить ваше внимание, это направленность в вашей деятельности. То есть, на что вы, ну, тратите, да, свои силы. То есть, что для вас важно, грубо говоря. Грубо говоря, важно ли вам, ну, обучение, да, важно ли вам, например, получить образование, или вы хотите что-то доказать. Вот, судя по тому, что вы описываете, да, можно предположить, что вы хотите доказывать что-то, что вы хотите доказать что-то. Вот, естественно. Естественно. Это мои предположения, может быть, я ошибаюсь. Вот, ни в коем случае не хочу, как бы, ну, вот, претендовать на истину, да. Вот. Потому что, ну, на самом деле, на самом деле, ну, могу быть не прав. Вот, но давайте все же постараемся максимально вот честно для себя на этот вопрос ответить. Что для меня важно сейчас вот в том, что я делаю, чему я уделяю больше внимания сейчас. И, собственно, то ли это, чего я действительно хочу. Вот. Если то хорошо, но тогда вы, опять же, вот, в той или иной степени, да, упускаете из виду, ну, после учебы, например. Вот. И так далее. То есть ничего, ничего, ничего хорошего вам из этого не выйдет. Вот. Если я прав, вы пытаетесь решить какую-то, ну, какую-то свою проблему? Ну, за счет, ну, за счет окружающих, да, за счет преподавателей, за счет своего собственного обучения, например. То вы ее не решите. Таким образом, по крайней мере. Это сделать невозможно. Свою личную проблему можно решить только через индивидуальную работу. Над собой. С собой. Только так. То, чем вы занимаетесь сейчас, в данном случае пустая прата времени. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok